Суд в Нижнем Новгороде признал экстремистской, незарегистрированную организацию «Мужское государство» и запретил ее деятельность в России. Решение вступает в силу незамедлительно. По мнению прокуратуры, «Мужское государство» организовывает травлю по национальному признаку. Также экспертиза выявила угрозы совершения насилия и возбуждения ненависти к женщинам. Суд в итоге запретил три телеграм-канала. Основной канал основателя «Мужского государства» Владислава Познякова, канал организации и сторонний проект под названием «Бутылка». Защита Познякова намерена обжаловать решение. Ответчики, в числе которых Позняков, на суде не присутствовали. Напомню, сторонники «Мужского государства» преследовали в интернете фем-активисток, представителей ЛГБТ-сообщества, а также угрожали крупным компаниям, в том числе «Вкусвиллу» и «Тануки». В 2019 году Познякова приговорили к двум годам условного срока. Его обвинили в возбуждении ненависти к женщинам. Но спустя несколько месяцев дело закрыли. Сейчас основатель «Мужского государства» находится за пределами России, где именно не знает даже его адвокат. Решение Нижегородского суда сейчас обсудим с журналистом, общественным деятелем Оксаной Пушкиной. Она с нами на связи по телефону. Оксана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Викторовна, довольна ли вы таким решением суда? Владелец сети ресторанов «Тануки» уже заявил, что этого мало, и он будет добиваться задержания и уголовного преследования Познякова. Да, я абсолютно согласна. Действительно, его надо, безусловно, экстрадировать. В первую очередь, его надо пойти. Экстрадировать и пусть отвечает, конечно, за свои человеконенавистнические идеи, как минимум. Я уже не говорю про работе бизнеса, который, в общем, он физически всем причинил бой на самом деле. На целом, если говорить о таком глобальном событии, это глобальное событие, вот я считаю, в нашей стране. Мы ведем его на мужском государстве. И, собственно говоря, управляют нами мужчины, и женщин мало в руководстве страны. И вот в данном случае это как раз то, о чем я всегда говорила, что необходимы женщины во власти. Ну, невозможно уже больше слушать риторику и слышать бесконечную риторику ксенофобную, шовинистическую, но и зогинистическую, как и угодно. Потому что мне показалось, что вот случилось все то, что сегодня произошло, только потому, что все силы вдруг объединились. И мне кажется, даже силовых структур это каким-то образом коснулось, коснулось их достоинства, потому что даже, мне кажется, они уже обалдели от того, как безнаказанно существует этот плумб. Он же безграмотный абсолютно. Я читала его всю переписку, все его твиты. Он объединил абсолютно малолеток воинствующих и этим терроризировал, собственно говоря, очень большое количество людей. Он заслуживает самого жесткого наказания. Оксана Викторовна, а вот как вы сказали, вот эти воинствующие малолетки, по-вашему, решение суда на них как-то повлияет? Они могут ведь запустить еще один телеграм-канал, и ведь отношение это, наверное, вряд ли изменит? Или все-таки уже будут побаиваться? Ну нет, вода, конечно, камень точит, и важен очень прецедент. И очень важно, этих людей не будет, когда все-таки риторика в обществе нашем поменяется. Пока, так как я чувствую, вот брось сегодня спичку, и все зажжется, потому что мы ненавидим друг друга. Мы поделены на геев и гетера, на белых, красных, зеленых и черных. И в этом смысле, конечно, вот в этой обстановке очень сложно ожидать каких-то позитивных сдвигов на эту тему. Но, тем не менее, как я сказала, вода камень точит, и я думаю, что... Я вам приведу пример, может быть, знаете, такой аналогии, вдруг сейчас возникла у меня. Когда-то у меня были проблемы, знаете, у меня уколы в красоту вкололи, не очень правильное рекордство, фейк. Я сделала фильм об этом, я объездила все самые крутые клиники, которые только есть в мире, везде брала инфью и так далее, и так далее. И вдруг потом, я понимаю, что ополчились все эстетические... врачи, которые занимаются эстетической медициной, и хирурги пластические. И какое-то время бизнес стал. Понимаете, потому что люди стали вдруг обращать внимание на это. На то, что им скалывают и так далее, и так далее. Был создан преседент. И сегодня, я понимаю, даже до сих пор не звонят и пишут жертвы эстетической медицины. Понимаете, эта цепочечка, она складывается таким образом. И, к сожалению, не обкладывается. Мы с вами должны об этом чаще говорить. Мы должны эти темы обсуждать. Большое спасибо, Оксана Викторовна. Журналист и депутат Госдумы прошлого созыва Оксана Пушкина была в прямом эфире РТВИ. Субтитры создавал DimaTorzok